Есть люди, которые не удовлетворены результатом своей жизни. Они не находят счастья в жизни. Они живут день за днём, год за годом, и так проходит их жизнь. Есть люди, которые читают книгу страница за страницей, и они ничего особенного не извлекают из этой книги, она не влияет на их жизнь. Смотрите, сейчас, в данную минуту моей жизни, жена находится в большом магазине. Она посвящает время на что? Она просто от полочки по полочке ходит и берет случайные продукты? Нет. Она находится в поиске, она там чего-то ищет. У нее был план, записанный на бумаге продукты, которые ей нужно там найти. Определённые продукты, определённое количество. И так она действует и достигает определённой цели. Когда всё это найдёт, она закончит, вернётся ко мне, мы поедем домой, и мы будем кушать определённые продукты, которые нам нравятся. Она сможет подготовить блюдо, которое нам нравится, мы будем получать от этого удовольствие. Вот такое посещение магазина имеет смысл. А вот если люди в жизни, они говорят, я ничего не ищу там. Вот что это за жизнь там? У них нет плана, нет целей, стратегии. Они не ищут чего-то конкретного в жизни. То как может их жизнь доставлять им радость и удовольствие? Она лишена смыслом. Там нет конкретных целей в этой жизни. То же самое, когда человек книгу читает. Некоторые говорят, да, я прочитал Библию страница за страницей, с начала до конца. Ну и что? Конечно, ничего. Когда я читаю Библию, я там ищу определённых мест писания, которые будут отвечать на мои вопросы, которые будут мне полезными, интересными, ободряющими, которые будут решать мои какие-то трудности в жизни. То есть я не читаю страницы за страницей. Я ищу чего-то конкретно, достигаю цели. И вот такое чтение имеет смысл. Посмотрите, нам нужно искать конкретных чего-то в жизни. Нам нужно искать чего-то в Библии. Вот такие действия имеют смысл. Тогда мы будем довольными результатами.